это я поле из греции приветик всем большой при большой ранее утро солнце еще знаете такое не печет она уже вышла скоро она придет вот сюда вот и уже будет сильно жарко а я успела приготовила хвостушки у меня появились растения видите да сейчас мы их увидим поближе примерно название похвастаюсь так как надо и вы оцените это видео и мои растяжки мои подарочки мне подарочки вашими лайками комментариями так конечно же досматривайте видео до конца пожалуйста вот насколько вам видно растений немало могу сказать много но она такая она такая вот это вот как как назвать человека который вот не может чуть-чуть ну надо много от души его так много крупно вот такой она человек ирина с каналу ирина с garden да эти растения от нее лично приехала и вручила мне их ну не совсем так но они приехали вот прям мне двери скажем вот к сожалению у меня были дни с мигренью мне было нехорошо так что видео я записываю спустя уже много дней вот мне надо было прийти в себя вот и найти подходящий день когда нету ветра там когда я проснулась вовремя не жарко там скажем еще одно другое третье в общем все совпало так сегодня хорошо вот и наконец-то я буду вам показывать мои хвостушки так растение большинство почти все растения приехали в горшочках как вы видите и увидите вот кое-что я уже посадила кое-что посажены так пристроены на пока я вам скажу почему зачем вот давайте смотреть вам уже интересно растения тут значит разные тут есть что-то колючие в общем что-то скажем из кактусов что-то из суккулентов как сказать орхидеи и папоротник сейчас каким категориям относится я это плохо знаю ну не имеет значения давайте будем смотреть видите да какие огромные растения видите тут что делается да вот так давайте буду вам показывать меня вы уже увидели с чего начать давайте начну с того то что мне удобно пока пристроила вот в такой горшочек надо подобрать горшочек для орхидеи насколько мне сказали вот тут две разные орхидеи честно говоря сейчас данный момент я не помню название вот этой орхидеи вы меня извините конечно же но если что я вам в комментариях отвечу напишу есть спрашивайте вот у них такие вот бульбочки да какие-то не знаю вот тут вот такие вот листики тоненькие вот такое вот растение видите да я не знаю почему они так вместе я их так постаралась вроде бы как их шевельнуть но они вроде как сильно и не хотят они так росли я не уверена соединили их для меня специально они уже приросли в общем не знаю делить их не делите ирина ну я надеюсь вы меня видите ты меня видишь да вот ну будешь мне говорить как их лучше посадить отдельно вместе я не знаю вот у меня опыта вообще с такими растениями нету но насколько мне написала что вроде как беспроблемный в общем у нее все это растет на балконе на верандах значит открытых там может и есть и закрытые на зиму вот и не знаю переносят сильную жару холода в общем разные разные условия ну вот посмотрим как будет у меня пока вот так вот почему еще не посажена ну на пока вот в этом ну потому что я еще не подобрала мне надо выехать из дома попасть специальные места где есть выбор так потому что я живу тут маленьком поселке у нас тут выбора нету сожалению не никакого так ну раз я начала с орхидеи давайте продолжу так хотела я как-то я говорила что хотела я как дедробиуму вот ну вот вот они паса были отсажены для меня нарастили корешки они приехали в горшочек я чуть-чуть пересадила в чуть побольше добавила и этот и и свежая этот грунта или ну что было с ними там какой-то смесь вот ну вот эти еще такие не бодренькие ну я думаю все с ними будет хорошо корешки живые зелененькие вот стараюсь увлажнять ну стендробиум у меня нету какого-то знаете такого опыта скажем да вообще с орхидеями я не очень хорошо дружу вот но есть у меня два значит дедробиума ну растут растут один даже чуточку цвел ну вроде как живые так что у нас тут а ничего такого так еще один если я не ошибаюсь это тоже дендробиум дэдробиум или скрещены с чем-то ну ирина поправляйте меня пожалуйста я забываю честно говоря я забываю вот такой вот огромный посмотрите о такой так ну так вот тоже него корневая там внутри у него там и ростик есть я видела где-то там вот внутри его чуть-чуть прикрыла вот такие вот но какие точно не знаю увидим может и нам скажут так вот так вот и вот такое вообще я не ожидала смотрите тут корешков там почти нету чуточку чуточку что-то зачатки корешков два листика вот веточка и это вроде орхидея орхидея ваниль если не ошибаюсь которая дает вот эти стручки ванили что-то такое что-то у него вот тут в пазухе уже что-то там проглядывает и вот тут наверное вот оттуда будет он давать как сказать приросты ну вот так вот палочку воткнула чтоб не шатался чтобы был чтоб стоял ну посмотрим так и давайте продолжаем продолжу я с малышек вот такой вот кактусик крестатный какой-то цириус конечно же это какой-то цириус знаете у меня даже напоминает мертелококтус но это не мертелококтус скорее всего нет напоминает ну а может и он есть мертелококтус вот такой крестатный есть монстрозный ну не знаю что-то наподобие в общем что-то с синевой так я показываю правильно в камеру смотрю на растение в камеру только не смотрю ну вот люблю я вот такие вот хотя не всегда у меня с ними получается дружба вот так следующий кактусик это вот такой это такие вот видно что они сеянцы потому что ну вот совсем малышки видно вот там вот первые вот эти вот семидольные листики там внизу я не знаю этот покупной ирина сама этот выращивала не уверена и ну такого я не видела что продавали вот такие вот сеянцы так что может просто я не видела кактусик это знаете похож на драгонфрут ну что-то наподобие вот такого типа кактус селиноцериус что-то такое если не ошибаюсь есть и не ошибаюсь сейчас утро я честно говоря у меня еще мозг не проснулся вот такие малышки не знаю они не очень этот креп креп крепненько стоят ну пока наверно трогать и все-таки не буду так суккулентик эфорбия если я хорошо помню эфорбия псевудоглубоса что-то такое должно быть чуть-чуть под вытянулись вот тут вот у него видите верхушки вот ну стоял у меня в таком месте я не хотела резко его знаете на на солнечное место потому что не знаю где он и был вот если он привыкшие что пожоги не получил вообще когда меняют как сказать место надо всегда их как-то с ними аккуратненько в общем вот такая вот большая семейка ну придет он в порядок новые побеги или же уже верхушки потом расширятся это неправильно конечно чтобы они были острые кино ничего приведет порядок вот не первый раз вот такой вот и суккулентов значит еще вот такой это красула туда же написано какая орбику ларис вот честно говоря я не узнала что это красула так на нее смотрела думаю что это такое ну я ж не знаю все вот такого у меня не было как-то не обращала внимание может и видела в каких-то группах вот смотрите какой интересный значит такие вот листья такие с обратной стороны цвет цвет у них такой вот и вот такие вот розеточки дает видите и вот наверное каждая розетка потом становится крупная вот я так думаю это была одна большая розетка потом начала давать маленькие наверное вот так в общем очень очень много вот тут розеточек я посмотрела в интернете конечно как как какая она ну вот такая она вот чуть-чуть не не понимаю не поняла как будто она должна расти как она должна себя вести я главное поливаю как все мои суккуленты пока и вот так вот пока будет горшочки ну посмотрим до осени пусть стоит и ждет в общем а что растет пусть растет вот наверное вот эти вот розеточки можно отделять укоренять думаю который совсем этот на палочках да не таки на таких палочках вон а тоненькие тоненькие палочки такие очень тоненькие на конце вот это вот розеточка ну понятно понятно некоторые не на палочках некоторые видимо прям сразу уже от мамы идут ну вот такой вот видите сколько прибавлений так сансеверия ну она кому относится не к суккулентом мой к суккулентом бывают смотрите на это огромное существо смотрите такой как пальцы да вот такие вот смотрите какие они упруги какие они длинные скорее всего вы ее знаете название вот у меня что то есть наподобие ну не тоненькие вот эти вот штучки пальчики скажем совсем тоненькие длинненькие это чуть-чуть другое смотрите вот так вот он я какой я вот без проблемные растения у нас они конечно растут и на улице зимой и летом ну не самый холод наверно оставлять на улице но мы балконах может оберегать самый холод а так жару все любую погоду вот они у нас растут на улице я вижу у разных людей даже у папы там вот у соседей я видела такие растут себе на балконе да весь год вот потом начинают давать еще тут детишек вот интересно да растение такое я не любитель сансеверий ну когда у меня появляются знаете я на них взглядываю уже по-другому как-то обращаю на них внимание как-то стараюсь увидеть в них что-то то что меня не привлекает не знаю что вот не привлекают они меня но не могу я от них отказаться когда мне их дарят конечно же да интересно что мешает будет стоять среди остальных суккулентов я его в дом не занесу оставлю его на улице он он привыкший к балконным условиям в общем вот я его ставлю тоже тут так и еще одна значит эфорбия эфорбии я когда-то сильно-сильно любила и конечно же еще люблю просто отошло мне вот это вот сильно сильная любовь но все равно не очень нравится особенно знаете вот эти вот огромные смотреть какой хороший такой знаете твердый твердый как будто не настоящий ну все эфорби когда у них рост новые они дают какие-то листики у кого-то мельче кого-то крупнее какие-то цветочки сейчас пока тут ничего нет вот колючек немного чуточку но такой вот зелененький хорошенький нравится вот такой вот приехал готовы и такое растение которое я вообще не ожидала так и было палочка не убрал ничего так давайте начнем снизу смотрите колечки 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 да даже можно сказать похож на ствол старые розы и что-то наподобие да идет 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 такая пальма 1 смотрите центральный побег скажем и вот еще два вот тут когда-то был видимо срез чтоб дал побег несколько чтоб не был в один ствол и тут еще один есть а вот тут еще четвертый есть да может еще про этот как их пробудить пробудить смотреть это пахи подиум пахи подиумы есть разные я пробовала пахи подиум ну другой как не этот и не помню название того точное у меня не выживали а брала побольше и поменьше но не хотят они у меня жить ирина это услышала я хотела тебе подарить пахи подиум и вот ну такой вот посмотрите красавчик да огромный мне кажется этот намного без проблем не будет чем тот потому что у того вот это вот вот тут смотрите очень очень такой вот ствол днатик древесный уже ну как дерево твердый твердый там внизу вообще видно там прям такое у него это корневище вот мне кажется это и уже знаете такой более ну не знаю такое вот сильное растение мне кажется по сравнению с другим пахи подиум у кого вот это вот тело знаете намного тоньше намного мягче до него тоже есть какие-то шипы но оно другое у того пахи подиума этот знаете какой-то другой мне кажется он будет без проблем в общем расти хотя ну на зиму его как и скажем остальные суккуленты и кактусы тоже куда их туда его ну вот такой вот он огромный полметра больше полметра такой вот интересный так и давайте отсюда пройду и покажу вам вот это вот чудо все-таки я с этой стороны принесу несу несу он не поместится в кадр ну ладно давайте посмотрим на листья да видите листья видите это кто по простому оленье рога так так смотрите какие штукенции смотрите вот так у ирины огромное растение ему много много лет и она от своего значит отсадила ну отделила мне вот такую деленку посмотрите какая она крупная посмотрите вот сердцевина уже солнце светит в камеру я не вижу что показываю надеюсь вам видно да вот это вот видите это защитное его как сказать знаете наверное я не знаю эти названия потихоньку их узнаю пока вот уже в этом горшочке я для него еще что-то подходящее найду и перевалю вот так тут несколько точек роста 1 2 3 4 точно 4 вижу точно ой я закрываю ну я не знаю насколько вам видно она огромная вот она я вот она ну видно да вот растение это растет у ирины на балконе круглогодично она его приспособила к уличным балконным условиям я честно говоря думаю его засушу если я его оставлю жить где-то на балконе или на улице не знаю или в беседке вот хочу его пока выращивать как домашнее комнатное растение и пока он у меня в доме конечно вот ну потом посмотрим он уже крупный он уже огромный пока для него место есть а потом посмотрим что будет так давайте отойду я в сторонку и буду вам про него говорить насчет значит платицериум название так платицериум они тоже разные есть этот один из из разных ну кажется которые чаще чаще всего мы встречаем да обычно у людей наверное продажи как я поняла насколько я помню да такой обычай большинство видела всегда обращала внимание но он интересное растение но конечно привлекает взгляды так давайте его поставлю не легкий он привлекает взгляды конечно и даже и мои которые знаете я на вот эти вот папоротники вообще не папка но есть такие такая красота которую в общем обращаешь внимание сейчас для кого-то покажется ничего такого да и не и да правду сказать ничего такого в его листьях нет то что только то что они вот такие вот резные как вот рога оленя то так сказать что и какие-то там они интересны там какой-то у них цветом или какой-то блеск нет на них есть свой налет такой вот опушу опушение такое маленькое это его защита насколько я знаю это нельзя его не стирать ничего не вытирать он так должно быть вот и конечно обращала внимание даже было были моментики когда я хотела себе купить маленький вот не готовы уже вот знаете с магазина вот с рук кого-то купить знаете такую маленькую деленочку как-то у меня не получилось что-то мне сказали подождать когда поделят тогда меня этот напишут не написали и в общем я больше не обратила внимание думаю ладно не суждено значит так вот и тут мне приехал вот так вот ирина говорит так я слышала ты говорила что интересное интересное ну вот ягод запомнила я грунт ну такой огромный ты как посмотри на мой какой у меня у нее огромнейший надеюсь есть видео где ирина вы ты показываешь вы показываете я из тона вы тона ты в общем не меня не получается вот определиться какое огромное растение и не значит есть видео если есть видео пожалуйста дай ссылочку чтобы мои зрители посмотрели на твой значит платицериум в каких условиях он живет вот если нету видео с ними пожалуйста покажи нам на очень интересное расскажи вот а вообще я постараюсь найти на канале должно быть видео про платицериум у ирины я постараюсь найти дать ссылочку есть я забуду или не знаю что задержусь наверное ирина сама мне в этом поможет вот может там есть что-то про уход что-то про посадку там что-то правда как удобрять его не знаю каких условиях как его выращивать ну в общем я это все потихоньку знаю научусь что надо делать пока он живой и видишь все живое пока ну вот ну про суккуленты кактусы вообще переживать не надо да это моя стихия как сказать орхидеи у меня тоже так быстро не умирают а вот это вот честно говоря я его побаиваюсь я его всегда побаивалась платицериум один из из как сказать из ну почему я его не приобретала это был страх только из-за страха много растений не нравится и они у меня их у меня нет я их не покупаю не приобретаю из-за того что я не уверена что я смогу их выращивать что я их не загублю вот и я всегда смотрю на такое на такие растения и думаю блин ну вот куплю куплю да есть их хорошие цены есть подороже есть что-то по меньшему по нормальной цене дело не в цене дело что я переживаю не хочу загубить вот и не приобретаю а вот тут теперь хочешь не хочешь оля учись вот стоит да стоит не вне висят листья значит как пересыхает значит грунт я его поливаю вот и ну надеюсь что все у нас будет хорошо а вот ну точно так же с бендробиум и но про кактус и суккулит я вообще ничего не говорю орхидея тоже как просыхает вот как это орхидея называется я вообще не могу сейчас помнить но совершенно не могу вспомнить ну ладно не имеет значения посмотрите в общем мои хорошие и мали постоянные зрители мои новички посмотрите какие у меня подарки вот такая вот ирина вот такая ирина любит много красиво пышно от всей души дарить большое при большое ей тебе ирина спасибо ну что сказать вот сколько спасибо сказать какие слова применить я не знаю сколько знаю слов столько и говорю я очень очень благодарна я всегда говорю и буду говорить я вообще благодарна тебе за многое если не ты на я не знаю если вообще я была бы в ютюбе и вы мои зрители меня вообще знали и смотрели потому что я не первый раз говорю еще раз могу сказать что да я участвовала в конкурсе значит у ирины на канале смотрела про орхидей потому что увлекалась попала на ее канал у нее был конкурс думаю дай поучаствую в конкурсе и выиграла что-то там какой-то был подарок и меня попросили заснять маленько пятиминутный ролик и показать значит что что я выиграла сказать от кого значит чтобы чтобы зрители поняли что это все не не подстава там не обман а что реально люди выигрывают вот и посмотрите на видео вот так и так вот я это видео снимала пятиминутная целый день это был мой первый первый значит опыт снятия видео я промучилась но я это сделала не хочу чтобы это видео даже нашли увидели она где-то есть уверены я стесняюсь вот ну главное что начало вот так вот такое было начало конечно же я собиралась открыть свой канал я вроде какие-то там пробы что-то делала да но пока вот собиралась и собиралась видео я не могла заснять вот не все не получалось ну открыла мне значит племянница канал значит все там настройки все сделала а видео то не выходит никакое она пошли мне фотографии я послала фотографии каких-то там кактусиков она там смонтировала такой слайд-шоу как сказать называют в общем видео из фотографий выставила его и все и застыл значит ничего ну надо было снимать в общем я потом продолжила значит ирина попросила засняла для него и потом очень потихоньку я начал уже снимать для своего канала так что ну вот понимаете да получается ну ирина скажем моя крестная крестила вот так что без нее я вообще не знаю первое время чтоб я делала она мне очень много помогала говорила что делать как делать она многие очень очень многие из первых моих зрителей конечно это были ее зрители ее знакомые ее там подписчики вот она меня рекомендовала рекламировала значит она мне дала такой толчок в общем и вот до сих пор у меня это поддержка есть я ее чувствую вы увидите вот я ее озвучиваю с удовольствием потому что я думаю всегда надо ценить и говорить об этом и не забывать людей которые нам помогают которые надпродвигают который в общем дает нам толчок в общем все то что делают для нас надо говорить ну вот моя племянница и ирина вот вы мои мое начало и конечно же и продолжение и моя племянница она тоже во всем участвовала участвовала ну еще даже участвует так изредка я все-таки уже много чего научилась сама вот рассказала значит такую значит и предысторию как это все началось так что я очень очень благодарна ирина ну что сказать ну на без тебя у меня бы не было такого начала я знаю было бы все намного сложнее я не знаю если вообще набрала бы я каких-то подписчиков если ты меня не рекомендовала это вообще так что я не знаю благодарю 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 желаю тебе только только всего хорошего больше ничего вот хорошего здоровья там это с в этом слове значит хорошего я имею ввиду все хорошее все что ты пожелаешь самое первое значит здоровья там мира да все счастья там любви ну все 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 только только хорошего спасибо тебе большое за все за твои прекрасные подарочки сколько у меня растения тебя мне надо сделать видео показать ирины и растения это видео наверно будет я не знаю длится сколько вот так что я еще раз говорю большое при большое спасибо очень рада твоим подарком очень рада твоим растениям потому что ну слава богу еще память есть помнить от кого какие растения у меня еще вроде как не путаюсь у меня и у меня от многих людей подарки есть ну особенности растения такой знаете или крупненько или какой-то редко его особенно запоминаешь от кого она вот так что у меня от ирины вообще много и теперь вот ирина 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 вот это вот все ирина что-то теряю тоже такое тоже бывает так благодарю благодарю и вас мои подписчики мои постоянные зрители новички за то что вы посмотрели это видео за ваши лайки за ваши комментарии если они будут и в целом за просмотр и кто еще не подписался подписывайтесь не теряйте мои видео смотрите плейлисты я всегда забываю вам напоминать смотрите заходите в плейлисты и ищите видео у меня конечно не все в плейлистах да я не не все еще не все видео существуют в плейлистах но есть у меня такие вот самые главные плейлисты да смотрите их ознакомь ливайте с моим каналом а если что-то не поняли что-то не так всегда можно задать вопрос просить и я вам конечно же отвечу в общем я очень-очень довольна своим растюшка вот такие вот у меня новые питомцы сколько мне еще их будет мой муж когда пришел с работы и увидел эти растения он сказал значит ну я вам сейчас скажу по-гречески и переведу тимиси лариса эфире кирея ирина значит он сказал значит половина ларисы и ирина живет в городе называется лариса значит половина ларисы она нам привезла ну он видел столько растений конечно это вот столичка она ответила если будет я захотела горит провести много мне год знаешь сколько всего ну не очень много растений и и конечно же в конце я буду вам рекомендовать даже попрошу вас не то что рекомендую попрошу вас заходите к ирине на канал смотрите у нее очень много видео у не очень поучительные познавательные видео она за еще тот знаток она не просто так показывает и хвастаться растениями как делает это оля из греции ирина из греции из ларисы она показывает от и до она рассказывает как лечить как удобрять как сажать все подробно так что если вас интересует что-то обязательно заходите поисковике урина на канале и найдите и на все ответы вам есть на любое растение увидите у нее на канале вот так а я буду наконец с вами прощаться я уже заболталась мне так нравится это бывает сильно сильно ой мои растюзки сейчас опять все по местам кто-то в дом кто-то туда кто-то сюда но самое главное что я отсняла этот ролик сделала эту хвастушку похвасталась от души так как я хотела так как мне нравится хвастаться вот такая вот у меня в общем растения вот такое у меня настроение желаю вам только всего хорошего прощаюсь ненадолго